что для вас есть высшее проявление счастья когда вы счастливы счастье это наверное живут про те же бабочки в животе да да это когда вы знаете когда такое состояние баланса до когда туда в душе равновесие какое-то вот и ты и ты да ты понимаешь что ты все сделал сделал дело гуляй смело вот и не от чувства безделья а когда наоборот тоже что-то сделал и можно расслабиться да вот это наверное уделить время детям уделить время себе там вот все дела сделаны и знаете как в квартире поубирал а теперь можно сестики ножичку посмотреть но как-то так проявление несчастья для меня проявление несчастья это когда я не могу повлиять на результат это ну обычно когда человек не может повлиять на результат когда ты ощущаешь свое бессилие в каком-то в каком-то процессе нет не не бессмысленно в том плане что ты понимаешь что ничего ты больше изменить не можешь это часто связано я думаю вы понимаете с чем а с болезнями и и летальными исходами как бы это прискорбно не звучало вот но вот это вот это для меня несчастье когда ты не можешь изменить эту ситуацию какая ваша самая главная сильная черта самая моя главная черта это наверное моя проактивность и неумение молчать хотя но многие считают что это минус но наверное я думаю что это мой плюс вот ну то есть человек проактивен и он да я себе на третьем лице и он не держит вот своей мысли в своей голове да он видит ну то есть в какой-то момент наверное произошла профессиональная деформация в том плане когда ты видишь что что-то не так в проекте ты всегда должен воздействовать на эту ситуацию а не молчать да и это опять же стало стилем жизни там и в личных отношениях но иногда это конечно выходит боком вот то есть иногда лучше промолчать мы все знаем такую фразу но тем не менее вот проактивность она проявляется вот за счет того что все идеи они выходят наружу какие бы они не были хорошие или плохие то есть либо это мы должны но плохие то в смысле конструктивная обратная связь да то есть мы говорим что можно сделать лучше вот либо мы придумываем что-то новое это же говорим об этом а давайте сделаем это вот так вот вот так вот что вы думаете об этом вот это моя наверное сильно на одна из сильных сторон тогда в чем ваша слабость это жалость к людям жалость не в смысле сочувствия да сочувствие я воспринимаю правильным чувством вот а вот именно жалость когда люди пытаются вызвать в диалоге в общении на собеседование там пытаться возможно оправдаться за счет каких-то своих увечий или каких-то своих проблем вот и вот они начинают вызывать жалость и ты непроизвольно ведешь себя немножечко неадекватно отходя от своих принципов и своих там конечных целей с одной стороны ты принимаешь неправильное решение для себя с другой стороны ты делаешь медвежью услугу этому человеку с которым ты работаешь потому что ты пытаешься подстроить и подстроиться под него а не научить его да ну то же самое вот когда вы милостыни люди просят иногда это тоже вызывает какое-то двоякое чувство да то есть вроде бы ты готов отдать все деньги у тебя там сердце кровью обливается с другой стороны когда ты видишь человека 35 лет стоящего на обоих ногах с руками с головой вот да и там возле супермаркета просящего милостыни у тебя начинается некий такой конфуз да там в голове то есть что ты пытаешься что ты тут делаешь вот но вот это я не люблю страшно это чувство потому что но я стараюсь избегать таких людей которые у меня вызывают это чувство спасибо большое с нами сегодня была клаудия заика project manager и просто прекрасная женщина которая умеет петь у которой бабочки внутри когда она счастлива спасибо спасибо большое